Гулки, удары сердца, ветер в лицо, разгон, толчок и ощущение полета. Когда на доле секунды все вокруг перестает существовать. Конный спорт – это не просто механическое преодоление препятствий. Здесь важен контакт между лошадью и наездником, доверие и особая эмоциональная связь. Для каждого нужно разное время, чтобы приспособиться к тому или иному коню. Я с этим конем очень быстро нашла общий язык, и сейчас у нас все получается. 40 спортивных пар, наездник и лошадь, высота препятствий до 130 сантиметров. Областной чемпионат по конному спорту прошел на базе Центра Олимпийского резерва Бресте. Участников ждали три соревновательных дня, высокие требования и сильные соперники. Но все это уже не пугает тех, кто оставил страх за пределами ипподрома и привык с легкостью брать очередной барьер. Если ты боишься или как-то не настроен проехать чисто, ты не проедешь чисто. Это уже проверено. Моего коня зовут Валиф, я участвую на этих соревнованиях не впервые. Я уже выступала сегодня на 120 сантиметров, заняла первое место. Воспитанники Центра Олимпийского резерва по конному спорту заслуженно занимают призовые места на турнирах различного уровня. Среди них есть уже и мастер спорта международного класса. Самый известный спортсмен, который у нас есть, это Вадим Черевань, мастер спорта международного класса. На этапе Кубка мира уровня пяти звезд, это высший уровень в конном спорте. Он стал серебряным призером в Гран-при. Благодаря чему. А в принципе у нас воспитано только за последние четыре года шесть мастеров спорта. Два из которых участвовали в чемпионате Европы. До соревнований уровня чемпионата Европы доходят самые стойкие спортсмены. И здесь не последнюю роль играют сила воли, твердый характер и упорные тренировки. А в этом турнире пальму первенства одержали Анастасия Долгова, Инесса Сидорук, Ангелина Гусева и Каролина Шведовская.